Праздник 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 и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Наконец-то! Великий Устюг! Как я по тебе заскучилась! Блин, а время-то уже... Интересно, а где мой дедушка? Ребят, а вы дедушку не видели? Ребят, а вы, может быть, дедушку видели? Блин, где же мне его теперь найти? Наверное, подарки детишкам попоют. Так, что бы такого придумать? Есть одна идея. Давайте все вместе его позовем. Я скажу «3-4 Дед Мороз», и мы все вместе закричим. Хорошо? «3-4 Дед Мороз!» Странно. На праздниках всегда срабатывало. Дедушка! Дедушка, привет! Ой, давай я тебе помогу. Ты у меня уже старенький, ноги совсем не ходят. А вот если бы не ты, внученька, нормально бы ходил. Да и я эту мышеловку бросила, не я! Эх, внученька ты моя. Целый год тебя не видел. Пойдем лучше, я тебе свое владение покажу. Знаешь, что здесь только не изменилось? Вот, экран купили. Колюши, лошади построили. Ну вообще, как тебе дома? Где же все-таки родной воздух? Как тебе зима наша? Ой, знаешь, дедушка, зима у тебя слишком холодная в этом году. Ноги вообще замерзли. А нечего шуму с подворотами покупать. А сам в кроссовках ходишь. И вообще, дедушка, я придумала. Давай мы с тобой в прятки поиграем. Я буду бегать, прятаться, а ты считай. Ну давай, ну пожалуйста. Ну хорошо, только не заблудись. Леса у нас темные, глухие. Да как я потеряюсь, дедушка. Каждый год с тобой играю. Ты считай, только не подглядывай. Ну хорошо. Один, два, три, десять, одиннадцать, двенадцать месяцев в году. Блин, кажется, потерялась. Так, там дом, конюшня. Фу, какой страшный лес. Блин, вот если бы туда побежала, там бы точно потерялась. Что же мне теперь делать? О, ну вот за этим деревом и спрячусь. Ага, вот ты попалась. Что вы такие? Я вас не звала. Идите отсюда. А ты разве нас не слышала? Сейчас мы тебе расскажем. Наступила ночь, и мы идем по грани глазам и ручком. Сидели с ним, взяли ее. Сидели с ним, взяли ее. Сидели с ним, взяли ее. Приходи, руль, я спустя на пути, мы тебя на поводкосим. Я спустя на пути, мы тебя на поводкосим. Как скажешь, но так и сделаем людям погрозить, Сделай первое место, вместе с людьми, после поры идти. Держи, улыбай, все розы без сна, бывай. Мы найдем тебя. Держи, улыбай, все розы без сна, бывай. Мы найдем тебя. Мы найдем тебя. Я спустя на пути, мы тебя на поводкосим. Я спустя на пути, мы тебя на поводкосим. Такси, Санкт-Петербург Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Блин, девчонки, что ж вы сразу не сказали, что вам просто зрители нужны? Вы так хорошо спели, станцевали. В общем, молодцы. До свидания. Так, подожди, ты куда? Ты думаешь, мы тебя спели, станцевали и вот так просто отпустим? Ну, я же внучка влиятельного человека, так? Ну, значит, да. Ничего ты в этой жизни не понимаешь? Жизнь такая штука. Эх, запиши, классно сказала. Так, ну и сдаётся вопрос, зачем вы меня вообще украли? Так, ну, девчонки, вы бегите. Я с ней сейчас о жизни поговорю. Короче, тусила я со своими девулями. И мне тут моя подружка, Белоснежка, позвонила и говорит, ой, нет подруг, нет подруг у меня. А я такая и говорю, ну ладно, подарю тебе подарок. Ну, вот ты как раз приехала в город к своему дедульке. А почему подарок именно я? Ну, ты сама подумай, логично же. Ты Снегурочка. Она снежная королева. Ну, снег типа. Нормально придумала, нормально. Так, короче, давай пойдём, у меня времени вообще нет на тебя. Слушай, а может, мы как-нибудь договоримся? Я тебя сейчас договорюсь, слышишь? Так, давай быстро, у меня ещё корпоратив один. Беда, беда. Что же теперь делать? Где мне внученьку искать? Так, иди сюда. Пиши указ. Нужны мужественные, смелые и храбрые мужчины для похода за моей внучкой. И разнеси по всему королевству. Эх, что же теперь делать? Девушка, девушка, извините. Мы слышали, вам нужны сильные, мужественные ребята. Мы готовы помочь. Вы, мои хорошие, если их найдёте, обязательно сообщите. Вообще-то вы их уже нашли? Где? Да так вот! То есть вы, сильные, мужественные, храбрые мужчины? Да! Готовые сражаться со злодеями и чудовищами? Да! И пойдёте на всё ради спасения моей внучки? Даже готовы умереть? Да! А может, это всё-таки не мы? Ну, хорошо. Тогда я поручаю это дело вам. Мам, подождите. Я думаю, вдвоём вы не справитесь. Дедушка, да нас на самом деле намного больше. Ну да, нас трое. Ну, хорошо. Я вам доверяю. Идите в путь. И пусть удача всегда будет с вами. Слушай, и где мы теперь третьего искать будем? А у меня есть идея. Так, писать, иди сюда. Записывай. Двое симпатичных мужчин ищут третьего. Смелого, отважного, который пополнит нашу труппу. Окш, это беремись населения. Походу, нам придётся самим устраивать кастинг на третьего мушкетёра. Это же вы, те самые, которые котёнка спасут и чужую девушку ведут. Да, это мы. И мы теперь ищем третьего друга. Ёжкин Дрэк, я же всегда об этом мечтал. Можно к вам? А что ты умеешь? Чего я только не умею. На лошадь и скакать не умею. Шпагу держать не умею. Да, ну и зачем ты это нам нужен? Так я же накачанный. Накачанный? Ну-ка давай, поиграй ты своими кубиками. Ну, три в кубе девять, четыре в кубе шестнадцать. Слушай, ты нам не подходишь. Следующий. Я вообще твою собаку Хайпием назвала. Зачем? Теперь всем говорю, что я с красавчиком живу. О, смотри, какие мужчины. Давай познакомимся. Вечер в хак. Молодые люди. Простите за мой французский. Так, девочки, у нас вообще-то проходит кастинг. О, кастинги мы тоже любим. Аня однажды даже кастинг в шоу «Голос» попала. Аня, вот к тебе помнишь, пришли и говорят, девочка, «Голос дети» вообще-то на втором этаже. Хватит меня позорить. Ладно, давай, что-то на тебя. Как-то раз упала в яму я недели три назад. Долго пела и кричала, кто же в этом виноват. Я краснела, я пленела, захотела закричать. Как из этой ямы мне быстрее сбежать? Недоросток называется тебя. Даже лука — это яма для тебя. Девочки, мы вас послушали и поняли, что это немного не наш формат. У нее машина. Что? У нее машина. Девушки, а ваши родители случайно не кондитеры? Нет. Тогда откуда у них такие пышки? Ты нас вообще видишь? Какие мы тебе пышки? Ну, у меня просто зрение плохое. Ослеплен вашей красотой. Так иди, гуляй. Вообще-то я могу вас провести в мир сказок. В смысле? Ну, у меня есть пропасть ЧГУ. Он открывает передо мной все двери. Вот иди отсюда. Дверь с собой не забудь закрыть. Так, а ты кто? Я Сирожидин. Кто? Я Сирожидин. Что? Просто Сиру. Мы знаем, что Сиро на улице уже зима. Привыкай. Ты к нам откуда вообще такой приехал? Из Альгешево. Это как же тебя транспортная реформа потрепала, что ты из Альгешево к узбекам приехал? А что такое Альгешево? Это волшебная страна, где живут сказочные герои. Какие? Фатасистские твари. А что тут происходит? Тут девочки отбор пытаются пройти. Странно, они и все с ним это ели как прошли. И вообще, что за отбор? Мы ищем третьего мушкетера. Сильного, встатного, настоящего мужчину. Так ректора Чеглуба в зале нет. Вообще, возьмите меня. Слушай, если ты Титаник смотрела и не заплакала, это еще не делает тебя мужчиной. Вот мы с братом тоже смотрели и не плакали. Вообще-то Айсбек реально жалко было. Так, все, хватит. Решим старым дедовским методом. Эники-беники ели вареньки. Вот ты будешь третьим мушкетером. Когда? Почему ее взяли, а ваша фаната нет? Парень, ты пойми, если мы тебя возьмем, то вся наша фан-база исчезнет. Иди, сделай билборд нашим честным. Хорошо. Ну все, собираем вещи, погнали. Атон, партас и шашлын-тас. Стоп, подождите. А так живой мой плич один за всех платит в такси. Так, ну, третьего мушкетера мы нашли. Осталось понять, куда нам идти. А с этим нам помогут справиться наши дорогие гости. Итак, ребята, нам нужно 6 смелых, веселых, находчивых парней прямо на сцену. Бегайте, бегайте. Бегом, 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 ребята, ребята. Стесняемся всех, ходим. Давайте, давайте, давайте. Девочки, мальчики. Так, мало храбых парней. Еще твое? О, давайте, давайте, ребята. А кто, кто еще хочет? Забегаю, забегаю. Молодцы. Ну, на девушку у нас, конечно, не шиб. Мы будем знакомиться. Как тебя зовут? Танил. Танил. О, какое хорошее имя. А тебя как зовут? Деград. Деград? Ну. А как тебя зовут? Амил. А как тебя зовут, мальчик? Рома. Рома, это тоже, Николк. Саша. Саша. Александр. Николай. Коля. Так, ребята. Значит так. А, ты такой большой, я тебя не заметил. А что? Как тебя зовут? А, меня Дмитрий зовут. Дмитрий. Ну, теперь у меня все. Познакомились. Давайте начинать. Значит так. У нас была карта, но она сломалась на три фрагмента. И чтобы найти каждый фрагмент и собрать карту воедино, вы должны выполнить три задания. Так, слушай, первое задание. Вот мы долго шли по лесу искать снегурочку и забыли, какой наш Дед Мороз. Я помню только одно, что наш Дед Мороз поврый. А как вы можете охарактеризовать Дед Мороза? Он красный. Веселый. Бородатый. Сказочный. Сказанный. 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 С Дед Морозой. Любимый для детей. О, как! Молодец! Ну, ребят, спасибо большое. С первым заданием вы справились. Но это только начало. Теперь приступаем ко второму заданию. Так, какой у нас скоро будет праздник? Новый год. Правда, что это? Правильно, Новый год. Но Новый год просто так не наступает. У Нового года есть свои атрибуты. Вот для меня Новый год – это кушать мандарины. А что для вас Новый год? Парк. Беседья. Кушать мандарины. Фильмы. Ёлочка. Питер. Семья. Ну, пьём сок. Правильно, пьём сок. Так, второе задание вы выполнили. Осталось последнее. Что-то холодно стало. А мы ведь идём к снежной королеве. По дороге мы замёрзнем. Что же делать? А может, нам потанцевать, чтобы согреться, а? А может быть. Ну, я не умею танцевать. Так давайте, ребята нам помогут. Они будут танцевать, а мы повторяем за ними движения. Давайте, ребята, давайте. Каждый из вас включим музыку, и каждый по очереди будет показывать нам свои движения. Ну что, поехали. Ну, давай, зажигай. Ну, вы, конечно, красавцы. Я тогда этого ни разу в жизни не делал. Ну, давай. Готов? Поехали. Поехали. Ох, неплохо. Я давно так кости не разминал. О, как ты нас удивишь сегодня. Давай, включай. Поехали. Поехали. Какой ты молодец. Давай теперь пей. Не забывай, как мой любимый светок. Могутный поцелуй останется на коробке. Лишь говори, что я люблю. Что любить могу, как я не знаю. Не забывай, как я люблю. Я уже так пристал, что нужно еще один танец танцевать. Ну что, поехали. Мы так сильно танцевали, что я даже вспотел. Ну, теперь мы точно не завернем. Смотрите-ка, ребята. Вы выполнили все три задания и помогли нам собрать карту. Спасибо вам большое, ребята. Без вас вы не справились. Погодите. А теперь, ребята, получите за твою помощь заслуженные призы. Все, у нас теперь ваш пацан разознал. Так, карту мы нашли. Теперь нужно ее хорошенько запомнить. Да не, не надо, у меня копия есть. У тебя есть копия? А что ты тогда молчал-то? Так вы и не спрашивали. Ребят, а как вы думаете, вот мы найдем свою горочку, приведем ее обратно к Деду Морозу, а он нас как-нибудь за это наградит? Ну, я надеюсь, что он подарит побольше вкусных подарков. Тебе что, до сих пор Дед Мороз дарит подарки? Ну да. Подождите, Дед Мороз вообще дарит подарки? Ага. Тихо, я, кажется, что-то вижу. Лес, горы, какой-то барат. Да и тихо, а. Кажется, это замок. Снежная королева и снегурочка у нее в плену. А давайте мы дойдемся и предаемся. Так, и зачем ты меня вообще украла? Ну вот я тебе сейчас все расскажу, ты выслушаешь, а потом, как период коноса, разрушишь все мои планы. Так я связана, как я так сделаю? Ну ладно, ладно. Я в последнее время заметила, что мне стало очень грустно и одиноко вечерами пить одной какао, придумывать планы по захвату мира и вообще смотреть один дома. Так, стоп, я тебе и так слишком много сказала. Ну знаешь, когда людям становится скучно, они, например, себе собачку заводят, ну или в твоем случае парня. И вообще, с чего ты решила, что я буду твоей приемницей? Ах так? Тогда ты будешь вечно закомана во льдах. Сердце ровано льдом, Повсюду веет зло. Это царство мое, Крустальное, Лишь мечтала ты на таком. Стань союзницей моей, Не отказывать, не смей. Королю, ты пусть подвластно, Соглашайся в воскресенье. Под снегом декабря. Под снегом декабря. Под снегом декабря. Кошмары, пришлю ваши сны, Мне славы и духом нужды. Новых слуг я своих с вас сделаю, Чтобы были мне вечно верны. Стань послушной поскорей, Мне отказывать не смей. Подмолю тебя навеки, Как и всех твоих друзей. Да, друзей. Короле летают юны, И вселенской земны. Не хватает лишь подруги, Чтобы зло всех посвятить, Что броши, враг на Риме, Праздник сгинул без следа. Ледяной душе подвала, С как радость погасить, В Новый год весьма напрасно, Ото время дня просить. Заворожусь на воду, Ухо снежный загружу. Ледяной душе подвала, С как радость погасить, В Новый год весьма напрасно, Ото время дня просить. Заворожусь на колдун, Ухо снежный загружу. Устрою вечную зиму. Ухо снежная зиму. Срой! Срой! АПЛОДИСМЕНТЫ Срой! 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 Вот это да! Ну что, как вытаскивать будем? А давайте через главный вход пойдем, а? Подожди, ты думаешь, у нее нет охранниц, но устраживаться? Ха! Да я их на раз, два, сушь-то, чуть-чуть, да, Укелла? Три-четыре, закопаем мы вас в льдине, пять-шесть снега ставлю есть. Семь-восемь, мы покушать у них спросим. Так, хорош, ты что несешь? Слышь, а мы похоже здесь не один. Да, нет, уже поинтересованы. Четыре, не один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА